12 апреля особая дата в истории человечества в этот день в 1961 году советский космонавт юрий гагарин на корабле восток-1 совершил первый в истории человечества полет в космос это событие стало настоящим прорывом и открыла новую эру в освоении космических просторов с тех пор 12 апреля мы отмечаем день космонавтики праздник который объединяет людей разных стран и континентов это день когда человечество сделала огромный шаг в своем развитии доказав что нет ничего невозможного одним из первых кто последовал за гагарину в космос был наш земляк герман титов герман степанович ситов родился в косихинском районе алтайского края 6 августа 1961 года он отправился в свой космический полет на корабле восток-2 полет германа титова стал самым настоящим прорывом он провел в космосе 25 часов 11 минут доказав что человек может жить и работать в невесомости в отличие от юрия гагарина герман титов сам управлял кораблем корректируя его орбиту а еще он сделал первые фотографии земли из космоса открыв людям новый взгляд на нашу планету герман титов это не просто космонавт он герой и ученый за свой первый полет и на вклад развития космонавтики он был дважды удостоен звания героя советского союза титов также получил звание летчик космонавт ссср высшее звание в советской космонавтике день космонавтики это праздник не только для космонавтов но и для всех людей на земле это день когда мы вспоминаем о безграничных возможностей человека о стремлении к познанию и большой смелости этот праздник учит нас мечтать ставить большие цели и добиваться их сегодня наш выпуск посвящается космосу космос это огромный мир полон тайн и загадок здесь нет ни верха ни низа ни воздуха ни звука здесь стоят невесомости и космический холод космос интересен тем что он огромен полный тайный загадок и невероятно красив зачем люди изучают космос представьте себе вы стоите на берегу огромного океана вы видите волны бьющиеся берег чувствуете запах соли в воздухе слышите крики чаек вам интересно что находится за горизонтом вот космос такой же океан только намного больше зачем же люди изучают космос чтобы знать больше о вселенной мы хотим знать как она возникла из чего она состоит какие законы ею управляют многие хотят найти планету которая будет пригодна для жизни ведь земля это не единственная планета во вселенной а еще изучение космоса стимулирует развитие многих отраслей науки и техники например благодаря космическим исследованиям были созданы спутниковая связь гпс навигация и интернет первый спутник запустили в 1957 году а знаете сколько их сейчас в космосе больше двух тысяч сегодня спутники на орбите земли обеспечивают глобальную связь благодаря им телефонные звонки интернет и телевидение доступны в любой точке мира и эти системы связи спасают жизни они помогают составлять карты а еще координировать спасательные операции в случае стихийных бедствий спутниковый интернет позволяет людям в самых отдаленных уголках мира иметь доступ к информации и образованию кстати нашу программу вы тоже можете посмотреть благодаря спутниковой связи а значит космическим исследованиям как же изучение космоса помогает нам лучше узнать наш дом планету земля спутники вращаются вокруг земли и делают фотографии отслеживают изменения климата изучают лесные пожары и наводнения еще снимки из космоса помогает нам увидеть нашу землю целиком лучше понять как устроена наша планета как она выглядит извне вы ведь знаете что луна на небе не светит сама по себе она только отражает солнечный свет хотя ее называют небесным светилом и она похожа на фонарь в небе на самом деле ее сияние обусловлено таким явлением как альбедо а что это такое сейчас разберемся альбедо зеркало небес проще говоря это мера того насколько ярко объект отражает солнечный свет например планета земля отражает солнечный свет на 39 процентов а луна всего на 12 процентов но увидели как светло бывает лунной ночью неужели наша планета земля светится еще ярче луны да это так лунный грунт очень темный практически черный когда-то около двух миллиардов лет назад на луне были действующие вулканы поэтому лунный грунт насыщил луканическим пеплом кроме того у луны нет атмосферы тех самых облаков которые окружают нашу землю нет белого снега и зеркальных озер так что наша планета земля сияет в космосе очень сильно отражая солнечный свет а еще отражающая способность влияет на температуру небесного тела чем выше альбедо тем меньше объект нагревается на солнце поэтому нам очень повезло что земле отражающая способность высокая это защищает жители земли от перегрева а вот температура поверхности луны поражает только вдумайтесь примерно плюс 120 градусов днем и минус 100 ночью все из-за того что луна плохо отражает солнечный свет и сильно нагревается его лучами самым высоким альбедо в солнечной системе обладает венера 75 процентов венера сияет так что ее видно земли как звезда причина такой высокой отражательной способности плотный облачный покров состоящий из серной кислоты эти облака рассеивают солнечный свет во всех направлениях создавая эффект сияющей белой планеты кстати еще кое-что интересное венере знаете ли вы что ее называют небесной сестрой земли представьте себе планету очень похожую на землю она почти такого же размера имеет схожий состав почвы и даже силы притяжения словно приглашает тебя прогуляться по своей поверхности но не торопитесь венера не райский уголок а настоящий адский котел венера названная в честь богини любви красоты на самом деле совсем не ласково она окутана плотным слоем сернистых облаков под которыми скрывается раскаленная поверхность 450 градусов цельсия давление на венере в 92 раза выше чем на земле атмосфера состоит преимущественно из углекислого газа как и когда можно увидеть венеру на небе сделать это можно даже без телескопа это сияющая планета видна незадолго до восхода или через некоторое время после захода солнца из-за таких условий ее прозвали вечерняя звезда или укренняя звезда кстати весной лучше всего ее заметно в марте если звездной ночи поднять голову вверх вы увидите не ряды звезд и каждая из них будет принадлежать нашей галактики млечному пути млечный путь невероятно огромен и настолько же удивительно давайте узнаем о нем побольше млечный путь крутится на огромных скоростях вокруг чего же в самом центре млечного пути находится мощная гравитационная сила который ученые считают черной дырой они дали имя стрелец а астрономы считают что эта черная дыра весит столько же сколько 4 миллиона наших солнц вместе взятых чтобы достигнуть нынешних размеров и формы на протяжении всей своей истории млечный путь поглощал другие галактики и в настоящее время наша галактика поглощает карликовую галактику большого пса добавляя ее звезды к своей собственной спирали наиболее распространенными звездами нашей галактики являются красные карлики красный карлик это холодная звезда масса которой составляет десятую часть массы солнца красные карлики еще недавно считались неподходящим для развития потенциально пригодных для жизни планет но теперь ученые полагают что вокруг них могут прощаться и такие планеты из-за наклона оси нашей планеты на южном полюсе всего один закат и один восход в году длятся они по несколько месяцев подряд около полугода при этом полярный день всегда длиннее полярной ночи кроме того интересен тот факт что южный полюс гораздо холоднее северного полюса зимой и летом примерно на 10 градусов продолжаем нашу программу впереди рубрика рецепт шедевра в ней художники проводят мастер-классы для детей и учат писать настоящие картины смотрим вместе и учимся живописи здравствуйте сегодня мы будем писать картину бабочки с потарью марина джинян барнаульская художница свободно говорить на армянском грузинском и русском языках детство провела в грузии марина много лет посвятила живописи окончила институт культуры трудилась дизайнером текстиля на фабрике придумывала принты для детской одежды художница работает в разных стилях и техниках пишет картины маслом и акриловыми красками расписывает стены одежду елочные игрушки марина джинян участник нескольких выставок в барнауле в том числе персональных преподает живопись для детей и взрослых чтобы у нас получились красивые бабочки на сияющем фоне начнем мы не с карандаша а сразу с красок нам понадобится палитра белила и коричневая охра 80 процентов белил чтобы цвет получился очень нежным и светлым песочно персиковым маски наносим широкой кистью легко размашисто нужно стараться не заглаживать холст а наоборот оставлять неровную фактуру затем по краям наносим серый цвет как у старой фотографии с эффектом рамки виньетки потемнение по краям напомним что поталь это тончайшее искусственное золото серебро или бронза оно создано для того чтобы создать сияние и эффект старения как будто картина дорогая и очень старая настолько что золото слегка облупилась и этот эффект создает сложный многослойный фон интересную фактуру поэтому не старайтесь приклеить поталь ровно не приглаживайте ее наоборот после нанесения можно взять жесткую сухую кисть и пооборвать нарушить ровный слой вызвать помятость теперь когда фон готов ярко-голубой краской рисуем бабочек можно не стараться сделать бабочку анатомически полностью похожий на определенный вид ведь наша задача красиво стилизовать создать настроение и узнаваемость темно-синим и серым добавим бабочкам теней создадим глубину и объем и все шедевр готов надеюсь вы записывали рецепт вот такие бабочки сегодня у нас получились красиво правда на сегодня это все но наша программа уже работает над новым выпуском в нем вы узнаете интересные факты о космосе нашей планете много занимательного из биологии географии и астрономии любите науку изучайте новые мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей пока пока увидимся через неделю